Привет, меня зовут Ирина. Сегодня я вам буду проводить баттл двух подводок. Одна подводка MAC и вторая подводка от Ariflame, гелевые подводки. Для меня это как бы вон если видео. Почему? Потому что у меня веки жирные. И какие бы я ни делала маркеры, какую бы я делала подводку, через некоторое время жирные веки, все стекается, подводка вытирается и уже эффект не тот. И когда я для себя нашла подводку MAC, в Ariflame подобных гелевых не было. Стрелки это тренд. Любой макияж, любой взгляд, абсолютно любой девушке они идут. Но главное научиться их делать так, чтобы они были ровными. Они всегда подчеркивают глаза, они делают макияж глаза открытыми. Просто нужно научиться их делать. И тут есть кое-какие нюансы. Во-первых, какая кисточка? Что за продукт? Продукт должен быть устойчивый, не растекаться, не размазаться. Сейчас многие компании работают над формулами, которые будут мега устойчивыми и крутыми. И когда я увидела, что в компании Ariflame запускается гелевая подводка, ну, честно сказать, я так, ну да, это классно, но все-таки, наверное, я буду всегда использовать MAC. Конечно же, вы сами понимаете, что да, я фанат Ariflame, но бывают такие продукты, которых просто в компании нет. Или они дороже намного. Например, подводка MAC стоит 1300 рублей, и здесь 3 грамма. Продукт подводка Ariflame 500 рублей со скидкой, и этого продукта 4,5 грамма. То есть, если взять одинаковый вес, MAC стоил бы в районе 2000 рублей. Ну и, конечно, сами понимаете, качество есть качество, кроме того, бренд. Для меня было как-то волнительно сравнить эти продукты, посмотреть, как они играют, насколько устойчивой будет MAC или Ariflame подводка, как они себя поведут. Итак, давайте сравнивать. Я уже сделала макияж, используя два оттенка теней новинки, матирующая помада Giordani Gold. Для чистоты эксперимента эту сторону я накрашу подводкой MAC, другую Ariflame, и мы сравним, также потом будет тест на стойкость. Продукта нужно совершенно немножечко. Прежде всего, мы начинаем рисовать стрелку. Вот видите, вот у нас идет линия. Ее рисуем, протягиваем вверх. Смотрите, здесь складочка, и буквально делаем 3 мм. То есть, это наша первая линия. Раз. Дальше параллельно ей. Если хотите потоньше, то тоньше параллельно. Если пошире, то еще одну делаете параллельно и закрашиваете. Соединяйте. И потом потихонечку поднимаетесь вверх-вверх-вверх и прокрашиваете вот эту сторону. Я набрала еще раз продукт. Тянется плохо продукт. Я бы не сказала, что он у меня засох. Я собираю его так, чтобы мне набралось нужное количество продуктов. И только после этого продолжаю. И теперь Арифлей. Продукта здесь намного больше. Также набираем. Он новый и приятно скользит. Прямо легкость. Такое скольжение идет. Обязательно закрываем сразу крышечкой. Либо переворачиваем на поверхность. Лучше закрыли крышечкой. И рисуем вверх. Вторую мы делаем параллельно. И дальше нам остается заштриховать. Переходим на все веко. Новинка кисточка. Обязательно рекомендую заказать, потому что она очень-очень крутая. И вот посмотрите. Здесь более сухая стрелка. И мне тяжело было протянуть, потому что маковская подводка уже подсохла у меня. Этот оттенок более черный, чем вот этот вот. Можно еще вот здесь чуть-чуть подкрасить реснички. Тесноустойчивость. Сначала я наберу подводку МАК. Вот как они чертятся. Второе нанесем Арифлейм. Обязательно плотно-плотно закрываем. Это Арифлейм. Более черная подводка, нежели чем МАК. Подводка произведена в Германии. И здесь есть крышечка. Через 6 месяцев, как только вы начали пользоваться этой подводкой, после вскрытия срок годности истекает. У МАК отдушка гуаши. В Арифлейм есть какая-то легкая парфюмерная приятная отдушка. Проверка на влагостойкость. Это обычная вода. Смотрим. Водой подводка не смывается. Что одна, что вторая. На устойчивость. Наше очищающее средство на Вейдж. Берем немножечко капельку. И посмотрим, как будет работать подводка. Немножко подержали. Посмотрите, смываются, мне кажется, одинаково. Подводка удалена при помощи очищающего средства. Большую роль в технике нанесения подводки играет кисточка. Если кисточка не справляется со своей работой, то подводка смотрится не очень. Я не знаю, где у меня кисточка есть Мак. Я ее почему-то проигнорировала и нашла вот такую кисточку. Честно говоря, я даже не знаю, чье производство. Может быть, вы найдете. Какая-то бюджетная. Но она настолько классно подошла мне делать подводку, что в течение многих лет подводку делала именно эта кисточка. Когда вышли кисти Арифлейм, я сначала бралась, вау, какая интересная кисточка. Но, честно говоря, потом я поняла, что вот что-то делаешь, но не то. Вот это как-то, ну, не знаю, коряво не подходит. Когда вышла вот эта кисточка, я такая, ну, ладно, закажу, но все равно как-то кисточки нет, наверное, не то. Все-таки вернусь вот с этой кисточкой. И вы знаете, я удивилась, я удивилась, что вот эта кисточка, вот именно вот эта набивка, она так классно прорисовывает, она такую тончайшую линию делает. А вот когда подсохла кисточка, я остатками чуть-чуть прорисовывала волосинки. Кстати, когда я пробовала этот продукт, я его делала при вас. Первое тестирование было в Инстаграме, и я сейчас буду часто в Инстаграме выкладывать все новинки, все обзоры для того, чтобы... Потому что пока это обработаешь ролик, пока его выложишь в нужный день, в четверг... Девчонки, я в восторге, я в реальном восторге, что, наконец-таки, в Арифлейм очень крутая подводка, которая может поспорить с Мак. И по цветопередаче гораздо лучше. Как вы видели, тест по поводу устойчивости. Если вам видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не пропускайте мое следующее видео, где я буду разбирать очередную новинку от Арифлейм. Успехов вам! Пока-пока!